Всем привет! С вами интернет-магазин Карапузов.com.ua И в этом видео мы поможем разобраться, как выбирать детские кроватки. В основном молодые родители не придают большого значения выбору детских кроваток. Но это не совсем справедливо. Да, внешне большинство из них выглядит одинаково, но при этом внутри детские кроватки имеют очень большие отличия. Конечно же, качество сказывается на цене, но при этом есть дополнения, которые не всем нужны, а делают кроватку дороже. А теперь давайте разберемся, какая кроватка подойдет именно вам. Кроватки бывают металлические и деревянные. В основном пользуются спросом деревянные кроватки, поэтому в них и будем разбираться. Деревянные кроватки изготавливаются из дерева. Из разных пород дерева. Наиболее крепкие из бука, за ним идет ясень, потом сосна и замыкает рейтинг ольха. Порода влияет на надежность, поэтому если вы можете себе это позволить, то лучше покупать кроватки из бука или ясеня. И обязательно обращайте внимание на то, чтобы они были хорошо отшлифованы. И нигде не было никаких заусенцев. В некоторых дешевых кроватках с этим могут быть проблемы. Еще одна важная часть кроватки это ее дно. Оно должно быть на ламелях, то есть рейками, а не сплошным. Во-первых, со сплошным дном матрас в кроватке не дышит, и в нем начнут накапливаться влага и как следствие микроорганизмы. Во-вторых, в процессе использования дно может деформироваться от все той же влаги и станет неровным. В-третьих, дно с ламелями будет слегка пружинить и более ортопедичное. Так что если вы все-таки решили сэкономить на материале, то лучше не экономить, покупая кроватки со сплошным дном. Это один из самых важных моментов. У всех детских кроваток несколько положений уровней дна. Те, что подешевле имеют два уровня, а те, что подороже три. Это сделано для того, чтобы когда малыш маленький, вы могли ставить его на самый высокий уровень, но при этом низко к нему не нагибаться. А в процессе развития могли опускать дно, чтобы он мог сидеть или стоять в кроватке, но при этом не выпрыгнуть или перекинуться. Следующее принципиальное отличие в способе укачивания кроватки. Это могут быть закругленные полозья или маятниковый механизм. Здесь я не могу сказать, что это имеет такое уж большое значение, но разница все-таки есть. Полозья более дешевый вариант. С их помощью кроватка перекачивается с одной стороны на другую, вниз-вверх. Из-за этого и сам малыш может немного перекачиваться, а процесс будет даваться чуть тяжелее за счет того, что кроватку нужно толкать со всем ее весом. У кроваток с полозьями в комплекте идут четыре вот таких вот колеса. Их вкручивают тогда, когда необходимости укачивать уже не будет, и кроватка стояла ровно, но и была более мобильной. Маятниковый механизм по цене дороже, его принцип заключается в том, что кроватка ходит на шарнирах и только по горизонтали. Плюс, когда вы перестаете качать, кроватка качается сама по инерции. Это можно отнести к дополнительному удобству, платить за него или нет, решать, конечно же, вам. Еще одним важным моментом является наличие ящика в комплекте. Это тоже, естественно, влияет на цену. Ящик может быть открытый и закрытый. Кроватки с ящиком покупают в том числе, если в комнате немного места, шкаф занят и дополнительные полочки для малыша не помешают. Так что, если у вас такой проблемы нет, то при желании на этом вы можете сэкономить. Обратите внимание и на спинку кроватки. Она может быть либо опускающейся, либо откидная. Вариант с опускающейся спинкой более шумный и менее комфортный. Но он, кстати, может использоваться и в более дорогих кроватках. Откидная спинка тихая и удобная. Главное, чтобы фиксаторы были надежные. В остальном кроватки имеют скорее внешние отличия. Это может быть декорирование резьбой с узорами или даже стразами. Форма кроватки может быть округлой и она будет уже настоящим украшением комнаты. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Также вы можете подобрать и цвет под интерьер. Это может быть светлый, темный, слоновая кость или белый. Зачастую белый цвет и слоновая кость стоят дороже. Насчет брендов могу сказать, что самыми доступными по цене и с более-менее нормальным качеством являются кроватки украинского производителя Наталка. В среднем сегменте можно выделить кроватки BabySleep польского производителя, а также три принцесса Ксения украинского производителя. Из кроваток премиум класса большой популярностью пользуется компания Veros и есть еще более дорогие кроватки компании MyBaby. Обе являются украинского производства. Существует еще много других производителей. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться на нашем сайте. Карапузов.com.ua Надеюсь, теперь вам стало понятнее, на что обращать внимание при покупке детских кроваток. Подписывайтесь на наш канал и будете получать полезные видео-обзоры. Я желаю вам никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok